Погружаюсь в наши медицинские учреждения и сейчас очередной выпуск рубрики «Здоровое утро». Я буду проходить процедуру МРТ. Давайте посмотрим. Большинство из нас знакомы с магнитно-резонансной томографией только по медицинским сериалам, передачам, либо же фильмам. А всё потому, что МРТ как способ профилактики особо-то не славится. Проходят его в основном только по показанию врача, да и то в относительно редких случаях. Я же в свою очередь решил выбиться из общего числа и в ближайшие 5 минут буду проходить процедуру МРТ просто так без видимой причины. И параллельно обо всем об этом расскажут специалисты краевой клинической больницы номер 2. МРТ – это один из лучших и точных способов диагностики патологий в мягких тканях организма. Кроме того, этот метод исследования позволяет визуализировать головной и спиной мозг, а также другие внутренние органы с высоким качеством, недоступным для рентгенологического исследования, ультразвука или компьютерной томографии. Спектр ее применения очень широк, начиная от наших банальных частых простудных заболеваний и заканчивая серьезной онкологической патологией, различными состояниями при беременности. Но определять показания к магнитно-резонансной томографии должен ваш лечащий доктор. Интересен тот факт, что раньше, до Чернобыльской катастрофы на атомной станции, это оборудование носило название ЯМР, то есть ядерный магнитно-резонансный томограф. И, конечно, когда люди узнали на собственном здоровье, что на самом деле представляет собой радиация и как она влияет на их организм, слово «ядерное» в названии диагностического устройства стало их пугать. Поэтому ЯМР томография была переименована в МРТ, но суть осталась прежней. В аппарате МРТ специальные радиочастотные катушки улавливают отклик ядер атомов водорода, находящихся в теле человека, на специальную комбинацию электромагнитных волн в постоянном поле высокой напряженности. В отличие от компьютерной томографии и традиционного рентгена, магнитно-резонансная не использует ионизирующее излучение, которое может привести к образованию свободных радикалов, вызывающих массовую гибель клеток организма. Магнитно-резонансная томография может быть с применением контрастных средств и без применения контрастных средств. Контрастные средства применяются не просто так, в связи с тем, что это медикамент, который вводится в организм, и, как и для всех медикаментов, для них также есть показания и противопоказания. Контрастный препарат практически не взаимодействует в организме с органами и тканями, но он по-другому ведёт себя в магнитном поле. Несомненным преимуществом этой процедуры является её безопасность и отсутствие возрастных и количественных противопоказаний. На сегодняшний день никаких клинически выявленных побочных эффектов от самой магнитно-резонансной томографии не установлено. Даже если доктор считает, что процедуру нужно повторить через несколько дней, это никак не навредит вашему здоровью. Однако проходить её всё-таки можно не всем. Противопоказаниями к проведению магнитно-резонансной томографии являются в первую очередь наличие кардиостимуляторов, искусственных инсулиновых помп, кахлеарных имплантантов и других устройств, которые имеют в себе металлические части. Потому как магнитно-резонансный томограф, он может не только нарушить работу этих устройств, но и вплоть до того, что даже просто их сорвать с их местоположения. Процедура продолжается от 30 до 60 минут. Главная задача пациента – сохранять неподвижность в течение всего исследования. От этого зависит качество получаемых изображений. Для сохранения неподвижности нередко используются специальные фиксаторы в виде лент и поясов. Однако есть пациенты, которые не могут находиться в томографе так долго. В первую очередь это маленькие дети и люди, испытывающие сильную боль, которая не позволяет им долго лежать неподвижно. Таким пациентам МРТ проводят, используя наркоз. Кроме исследования внутренних органов и мягких тканей, этот способ диагностирования позволяет неинвазивно, то есть без вмешательства, исследовать функции органов, измерить скорость тока спинномозговой жидкости, кровотока, определить уровень диффузии в тканях, отследить активацию коры головного мозга и многое другое. Получается, что за одну процедуру МРТ можно уточнить сразу несколько аспектов состояния здоровья человека. Что ж, как и предполагалось, всё внутри у меня хорошо, но в любом случае профилактика лишней не бывает. Если что-то бы и было, то аппарат МРТ всё бы это дело оперативно выявил. Ну, в любом случае, интересный опыт для меня и важная информация для вас. И помните, что быть здоровым – это просто. Редактор субтитров А.Семкин